Всем огромный привет! Сегодня у нас будет огромная распаковка товаров для спорта из магазина Декатлон. Сейчас будем с вами все это открывать, будем смотреть. У нас есть второй этаж в этом доме, и мы решили там сделать место для того, чтобы заниматься спортом. Вот такой классный стол для тенниса мы заказали. Как вы видите, заказали дарт. Это стойка для бокса. В общем, ребята, мы будем конкретно заниматься спортом. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Алисеньке я заказал вот такой вот дартс. Думаю, что девочке надо тренироваться, и это будет полезно. Декатлон Клуб 700. Ой, какой красивый и совсем не детский, да? Выглядит очень стильно. Класс. Так, это крепление идет в комплекте. Так вкусно запахло. На втором этаже повесим, и будешь играть, ходить туда, да? Да. Из чего сделан? Из дерева. Из дерева. Такой толстый. А тут даже... Тяжелый, да? Смотри. Клуб 700. Очень-очень классно. А ну-ка, я хочу по-другому сидеть. Сзади отмечены места для крепления. Ничего себе, серьезно. Да, крепление где, Алисенька? Вот само крепление в комплекте идет. На втором этаже повесим, но здесь просто примеряем. Здорово. Только чуть пониже. Ну, для тебя, конечно, я ниже буду. Здорово. Это только доска. Да, дрочки надо будет купить. Вот ты, например, пуляешься, это как будто так вот, чтобы у тебя не отскочье прямо в глаз. Да. Должны быть остренькие. Так, ну что, открываем стол. Ох, интересно, какого он будет размера. Метр 37 на 65 сантиметров. Складной столик. Можно его, в принципе, брать с собой на природу. Да? Поехали, взяли в багажник машины. Да. Так, состоит из двух частей. И как собирать? Вон сеточка. Вот так вот сделать. Смотри, здесь, видишь, идут вот такие штучки пластмассовые. Ага, фиксируется. Фиксаторы. Ага. Теперь с другой стороны. А, должны быть какие-то болты. Так, смотрите, вот так мы соединили. Это для сетки. Ага. Вот самосетка у нас в комплекте идет. В комплекте идут вот такие специальные крепежи. Хоп. По два крепежа, да, с каждым? Да. Все легко и быстро. Все и с той стороны точно так же. Вот и все, стол готов. Переворачиваем. Конечно же, ракеточки придется нам покупать. Вот так столик выглядит в собранном виде. Прикольный стол. Хорошее покрытие. Купим ракетки. И будем играть. Да. На улице поставили и играем. А сейчас будем открывать боксерскую грушу плюс перчатки. Это классный набор. Для Алисы. Для Алисы, да. Ну, я думаю, что для любого ребенка это классный набор. Давай, мочи. Опа. Еще мочи. Молодец. Тут перчатки. Ну, конечно. Куда они денутся-то, если они в наборе? Полный набор, Алиса. Полный набор. Твой размер. Примеряй. А что они могут? В наборе у нас сразу идет крепление. И идет даже шестигранник, чтобы собрать все это. Все выглядит так симпатичненько, да? Ну, да. Аккуратно сделано. Это подставка, в которую нужно налить воду. Для того, чтобы наша груша не перевернулась. Так, открываем крышку. Ооо. Да, там пола внутри. Леша налил воду, груша стала устойчивой. Если захотите убрать, можно просто воду слить и все. Ну что? Мочи. Ох. Груша плоская, видите какая. Интересная форма. Ну как? Ох. Ой, ой. Ой, слушай, прикольно, да? А ну-ка, давай я попробую распечатать. Подожди, подожди. Стой, стой, ну натуральный ребенок. Дашь мне попробовать? Стой, а так так. Тренировочки. Смотрите, трюш контент. Всем понравилось. Смотрите, трюш контент. Давай. Аккуратно, пальчик не забудь. Алиса, ты не помнишь, как бить что ли? Кулаком как мы бьем? Вот так. Классно, да, Леша? Вот это очень интересно. Не так, не костяшками мы бьем. Вот так бьем, правильно. Еще я заказал стульчик, очень удобный, если куда-нибудь поехали, на рыбалку, например. Но я его заказал для того, чтобы сидеть возле мангала, когда буду готовить. Или возле казана, или возле мангала. Сюда, смотрите, можно поставить бокальчик любимого игристого. Так, во, слушай, ну вообще классно. Ну это же крутые такие вещи. Металлические. 50 килограмм он выдерживает. Это просто. Это я когда готовлю, да? Угу. Вот такой стул. Ткань отлично прошита. Нигде никакие нитки не торчат. Хорошая, плотная. Алиса спрашивает, а ты что такое, зачем эти резинки? Когда ты стульчик складываешь, да, ты его так раз, и все. И он тебе собран. Сворачивается он в трубочку. А вот это, знаете, ты туда. Сколько ты весишь? Я? 92-93. Вот для рыбалки вообще самая классная вещь. Угу. Еще я заказал фонарик. Ну это вообще самая необходимая вещь, тем более в своем доме. Почему, спросите вы? Да потому что если вдруг у вас отключили свет, вы фонарик достали, и все в порядке. И снова свет, да? Да. С зарядкой? Да, лайкнуть с собой. Да, кон без батареек, он на зарядке. Обалденно. Ну это круто. Дай я кояпку, грубо. Секунду. Олиса, смотри, регулируется, можно на твою голову будет надеть. Да. Идет регулировка. Он еще, когда на голове одет, ты можешь его так же регулировать вот так, вперед-назад. Так, выставляем самый яркий. О! Смотри, как он светит ярко. Вот я твои ноги, смотри, свечу. Отлично. Класс. Хватит на моего засути? Следующий лот, это вот такие вот палки у нас. Они телескопические, вот эти палочки. Я их специально заказал и купил для папы Статьяны Викторовны. Почему? Потому что они очень любят скандинавскую ходьбу. Ходят они каждый день на стадион. Вот у них будут такие вот палочки классные. Вот высота палок, пожалуйста, отмечена. На какую высоту вам удобно? Регулируйте. Так, это крепление для рук. Видишь? Вот пальчики, видишь? И затягивается, да? Да. Смотри, как удобно, круто. Мне нравится расцветка. Даже если упадёшь, палку не потеряешь. Металлические, да? Скорее всего. На них не прыгают? Да, 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 да. Да, вот так и ходят с ними. Это как сапожки, что ли? Да, пока она ламинат не кончала. Какие милашные. На, держи. Ну-ка. Ещё я заказал коврик для упражнений. Размер этого коврика 172 на 60. Толщина 8 миллиметров. Думаю, он-таки плотненький он. Этот коврик для йоги. Вот такая вот хорошая у него упаковочка. Просто собираем, да? Вот, всё, можно его с собой носить. Можно вот так носить. А можно вот так вот. И погнал в парк заниматься йогой. Алиса у нас ходит в бассейн. Все это знают. А эта сумка специально для бассейна. Что же в ней такого специального, спросите вы? А я вам отвечу. У неё есть специальный отдел для купальника. Смотрите, он водонепроницаемый, видите? Ммм, классно. Алисонька покупалась. Я беру её в мокрый купальник и кладу в этот отдел. И все остальные вещи, то есть полотенце, там её вторая одежда. Она будет сухой. Также здесь есть отдел для обуви. И это тоже очень круто, потому что мы обувь берём с собой. Я-то почти беру. И все с веточками, да, чтобы обувь у вас высыхала. Она проветривается и высыхает. Проветривалась. Отлично. Сумка прикольная. Я вот её увидел. Думал, рюкзак и сумка. Да, там было два варианта. Либо рюкзак, либо сумка. Но я выбрал именно сумку, потому что она, мне кажется, более вместительная. Ну, мне так кажется, я правда не знаю. Ну, мы оставим ссылку и на рюкзак, и на сумку в описании под видео. Да, посмотрите, может кому-то понравится больше именно рюкзак. Такой вариант кому-то больше нравится. Вот так вот. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Удачи, ребятки. Всё хорошего. Ставьте лайки, не забывайте. А вот так стул выглядит в собранном виде. Очень удобно. И всё. И идёшь рыбалить. Или всё с лыкзали. И идёшь рыбалить. Продолжение следует...